Это прямо как смотреть в зеркало. Шучу, но это очень толстая обезьяна. На самом деле такая тучная длиннохвостая макака – одно из самых жирных животных в мире. И да, она не одинока. От орангутангов с лишним весом до пухлых собак и тигров. Давайте как следует взглянем на несколько животных, которым определенно пора садиться на диету. После этого вам точно захочется есть исключительно салат. Колли Кэсси Многие владельцы собак любят баловать своих питомцев, но некоторые люди заходят слишком далеко, и тогда получается жирное создание, которое выглядит вот так. Это семилетняя Колли по кличке Кэсси, которая получила звание самой толстой собаки Британии. С самого детства Кэсси никогда не ела собачий корм. Вместо него она каждый день поедала фастфуд, шоколад, конфеты, чипсы и любимый воскресный обед. Ее пожилая хозяйка обращалась с ней как с лучшей подругой и готовила в два раза больше, чтобы дать половину Кэсси и даже заказывала ей еду из фастфуда. Но когда она заболела и попала в больницу в 2011 году, спасатели животных из Кеннил Уорта забрали Кэсси и не могли поверить, в каком ужасном состоянии она оказалась. Несчастная собака едва могла двигаться. Она весила 58 килограммов, в три раза больше нормы и была такой тяжелой, что ее поднимали два работника с помощью простыни под животом. Она могла ходить только три минуты, а потом уставала и ее побрили, чтобы можно было вылечить пролежни, вызванные телосложением. Но волонтеры не собирались сдаваться без боя и спасли Кэсси. Они посадили ее на строгий режим, включающий сухую пищу, плавание и ходьбу на беговой дорожке. Всего за полгода Кэсси смогла сбросить половину своего веса. Благодаря такому невероятному преображению, ее признали достаточно здоровой и нашли ей хозяев, с которыми Кэсси начала новую жизнь. Кот Барсик Собаки, конечно, обжоры, но кошки тоже любят много поесть. Например, тысячи толстых кошек прошли через центры по уходу за животными в Нью-Йорке, но им не сравнится с Барсиком. Пятилетний кот, который весит целых 19 кило, поразил сотрудников в октябре 2019 года, когда его принесли в приют вместе с вполне обычным Сьюки. Коты оказались в приюте, когда их хозяева решили переехать, но не смогли взять питомцев с собой. Барсик отставал всего лишь на 2 килограмма от нынешнего рекордсмена среди толстых котов. Этот титул принадлежит химии из Австралии, весившему 21 килограмм, когда он скончался в марте 1986 года в 10 лет. Приют не был готов содержать такого огромного кота, как Барсик, и он не помещался в клетки для кошек, поэтому сотрудникам пришлось разрешить ему просто спать в кабинете. К счастью, Барсику из Сьюки не пришлось долго ждать, потому что организация Анжелик Элс забрала парочку из приюта и поместила их в дом на временную передержку. Когда их готовились отвезти к временной хозяйке, Анжелике Луцалино, сотрудникам приюта пришлось найти самую большую переноску, и два человека отнесли Барсика. Как только кот оказался готов к перемене в рационе, Анжелика поклялась посадить его на строгую диету, пока он не будет готов найти новых хозяев. Если вам понравился этот толстяк, вы можете следить за ним в инстаграме по нику Биг Барсик и узнать, как он живет. Какие же это избалованные животные? Кто-то не понимает, что нельзя обращаться с ними как с людьми. А вы видели таких толстых питомцев, как Кэсси или Барсик? Может быть, вам приходилось сажать своих зверей на диету, когда они потолстели? Расскажите про своих самых упитанных питомцев, а я потом почитаю про них. А теперь продолжим галерею живой живности. Белка-дюймовочка. Белки куда более милые, чем принято считать. Не верите мне? Тогда посмотрите на эту избалованную принцессу. Дамы и господа, позвольте представить вам дюймовочку. Эта каролинская белка привлекла более 200 тысяч подписчиков в инстаграме, и больше всего она обожает вкусно поесть, конечно. Но как этот лесной грызун превратился в интернет-знаменитость? Когда гнездо мамы дюймовочки уничтожили из-за строительства по соседству в марте 16-го года, она забралась в окно на 10-м этаже и родила двух бельчат на кровати незнакомки. Этой незнакомкой оказалась Кристина Раэс, которая пришла домой с мужем Майклом и обнаружила малышей, которые спали под подушкой среди сосновых иголок и веточек. К счастью, Кристина выхаживала осиротевших бельчат с 2008-го года, так что она позаботилась о них. Увы, один из малышей заболел и умер через пару часов, но дюймовочка выжила. Она отличалась от других, кормилась из бутылочки дольше, чем обычно, не открывала глаза 9 недель вместо 4,5 и не могла прыгать. Поэтому Кристина решила, что лучше официально приютить ее. Хотя дюймовочка живет на строгой диете, включающей овощи, у нее всегда проблемы с контролем веса. Как же я ее понимаю? Она весит чуть больше килограмма, но нормальный вес белок от 700 до 800 граммов. В 2018 году ветеринар выяснил, в чем дело, и заключил, что у дюймовочки гормональный дисбаланс, из-за которого она набирает лишний вес, а также у нее появляются отеки. Кроме того, дюймовочка страдает поликистозом яичников. Но она успешно перенесла гистероктомию и теперь набирается сил после операции. Пухлые тигры Вы видели тучного тигра? Я тоже нет, но до сих пор. Эти амурские тигры из зоопарков Китая действительно большие кошки. Сейчас они выглядят забавно, но когда фотографии этих жирных животных разлетелись по сети в 2017 году, они вызвали серьезное беспокойство. Они живут в заповеднике на 144 гектара в Харбине в провинции Хэйлунзян. И несмотря на шутки о том, что тигров слишком хорошо кормили в лунный Новый год, хозяева заповедника утверждали, что для них естественно набирать вес зимой. По их словам, хищникам свойственно есть больше, чтобы приспособиться к суровым зимам, когда температура достигает минус 20-30 градусов. Но защитники животных не поверили. Карина Акэрол, менеджер по образованию фонда животных Азии, сказала, что дикие тигры не могут быть такими толстыми, как эти. Уровень ожирения у этих хищников указывал на совершенно неправильный и нездоровый рацион. В природе дикие тигры вполне способны контролировать свой вес, и настолько сильное ожирение грозит проблемами с сердечно-сосудистой системой и доставит им неудобства во время охоты. Чтобы помочь тиграм сбросить лишний вес к весне, обратились к новейшей диетической технологии – к дронам. Эти тигры, конечно, толстые, но это им не помешало в мгновение ока догнать и искалечить летающий аппарат. Дядя-жердяй Я знаю, что вы думаете. Да уж, любопытный Джордж набрал вес после того, как его карьера пошла на спад. Глаза вас не обманывают. Эта обезьяна действительно съела пачку чипсов и подбирает остатки с огромного живота. Теперь ей не хватает только банки пива. В шестнадцатом году эта макака весом 27 килограммов, которую зовут Дядя-жердяй, прославилась после того, как её фотографии и видео попали в интернет. Шароподобная обезьяна питалась сладкими дынями, коктейлями, сладкой кукурузой и лапшой, которую туристы приносили в Кхунгкало в Таиландском Бангкоке. В Таиланде живут сотни тысяч диких обезьян разных видов – гиббоны, макаки, лангура и лори, популярные среди туристов, но они бывают помехой, когда полагаются только на подачки. В конце концов, дядя-жердяй привлёк внимание защиты животных, которым рассказали о нём местные жители, и его забрали на медицинский осмотр. По словам Кавинаата Монга Халта-Хабхата, организатора группы по спасению приматов-любителей обезьян, дядю просто перекормили. Его отправили в лагерь для толстых обезьян, чтобы он сбросил вес до более приемлемых 10 килограммов. Именно этот вес нормален для его вида. Так как ему около 20 лет, дядя играет важную роль в стае местных обезьян и является настоящим лидером. Хотя он всё ещё весил 24 килограмма 750 граммов в 2017 году, и его нависающий живот пока не пропал, жердяй сбросил целых 2 килограмма, или 8% массы тела. Его состояние улучшилось настолько, что его даже вернули на улице. Видимо, дядю-жердяя не видели с февраля 2019 года, после того, как он, по слухам, слетел с катушек. Может, он переселился или умер от старости. Я верю, что он просто прячется, потому что не хочет возвращаться к старым привычкам. Вы можете поддержать его поиски, всего лишь поставив лайк этому видео. А и не забудьте про кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить другие удивительные видео. Готово? Отлично! Алчная рыбка Золотые рыбки не самые интересные питомцы, но вы видели таких больших? Эта жирная рыба стала небольшой знаменитостью, когда её хозяин, ютубер Типоунзью, поделился этим видео в 2007 году. По его словам, рыбка становилась всё толще и толще на протяжении 8 лет, и уже едва могла плавать по своему аквариуму. В конце концов, её осмотрел ветеринар и заключил, что у неё кишечная инфекция, с которой уже ничего не сделать. К сожалению, в описании к видео написано, что толстый малыш скончался через год после съёмки этого видео и был похоронен на заднем дворе. Но зато его наследие всё ещё живёт. Эта рыба тяжёлая, но она точно не является самой большой золотой рыбкой в мире. Такое звание можно отдать этому парню – Оранди Рокки. Огромная рыбина 15 см в длину и 10 в ширину и весит 1 кг. Для сравнения, примерно такого же размера большой пакет сахара или недоношенный ребёнок. Хозяин Энди Грин, который разводит рыб в Лондоне, целых 6 месяцев убеждал заводчика Рокки привезти трёхлетнюю рыбу из Китая в Англию. По словам Грина, Рокки – крупнейшая оранда, завезённая в Британию, и если бы он его продал, то как минимум за 4,5 тысячи фунтов, или 5700 долларов. Рыбы оранды примечательны выпуклой шишкой на лбу под названием вэнь, и, судя по всему, эти красивые рыбки очень популярны и продаются по высокой цене. Но лучше не заводить себе такого толстяка и гиганта, как милашка Рокки. Такса Деннис В мире полно собак с избыточным весом. Но, наверное, единственный, кто может посоревноваться с Кэсси – этот парень. Нет, это не фотошоп. Это Деннис – миниатюрная такса, которая весила 25 кг, когда студентка Брук Бёртон из Колумбуса в Огайо встретила его в 2013 году. Бывший хозяин в основном держал Денниса на диете из пиццы и бургеров, которые ожидаемо катастрофически сказались на его здоровье. Шестилетний пёс был таким толстым, что он не мог пройти даже пару метров без сильной одышки, а также он страдал от кожной инфекции, так как его лапы постоянно задевали его обвисшую кожу. Добившись разрешения от дяди приютить этого толстяка, который весил примерно как 5 миниатюрных такс, Брук разработала программу для Денниса, которая состояла из сухой пищи и ежедневных упражнений. Но это не всё. Псу пришлось сделать 3 операции по резекции кожи, чтобы избавиться от излишков. Они обошлись в целых 2800 долларов, но были оплачены из пожертвований от людей, обеспокоенных ожирением среди питомцев в США. Брук помогла Деннису сбросить 20 кг – более 70% его веса, и он превратился из свиноподобного существа в стройного пса. Она надеется, что благодаря её истории другие люди будут лучше заботиться о весе питомцев. Морской лев Панчо Представьте, что вы возвращаетесь с успешной рыбалки, и вдруг гигантский морской лев запрыгивает на борт и пытается съесть ваш улов. Именно такая ситуация произошла на этом видео. На самом деле этот морской лев славится своей прожорливостью. Его зовут Панчо, и он своего рода местная легенда в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике, одном из самых лучших мест для рыбалки во всём мире. Курортный город знаменит пляжами, а в его водах обитают отличные полосатые марлины, тунцы и махи-махи. Но обилие рыбы означает голодных морских львов. Панчо популярен среди туристов из-за своей наглости, и его прозвали повелителем тюленей и самым большим морским львом. Хотя его никогда не взвешивали официально, Панчо точно тяжёлый зверь, и всё из-за его особой привычки добывать рыбу. Вместо того, чтобы ждать, когда рыбаки что-нибудь кинут ему, Панчо научился побеждать конкурентов, прыгая прямо на палубу катеров, чтобы нагло украсть улов у людей. Нельзя не восхититься его хитростью. Ему же надо есть. Орангутан Ашайн Ашайн – самый толстый орангутан Британии. Когда её привезли в Центр спасения приматов Миробезьян в августе 2010 года и её взвесили, весы показали 91 килограмм. Ашайн держали в качестве домашнего животного в Южной Африке 12 лет, и она жила на очень вредной диете из конфет, маршмеллоу и других продуктов для людей. Просто добрая женщина по имени Бренда, которая растила её, не знала, чем питаются орангутаны, и из-за её неправильной любви вес обезьяны в два раза превысил норму. Ашайн так привыкла к жизни в качестве домашней принцессы, что она стала жадной, и, как выразилась Элисон Кронин, директор мира обезьян Ворхемя. Её проблема с весом – это результат синдрома избалованного ребёнка. Ашайн может выглядеть мило, но ожирение вызывает у орангутанов целый ряд проблем со здоровьем – высокое кровяное давление, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. К счастью, перейдя на диету из фруктов и овощей, Ашайн сбросила 25 килограммов всего за год после прибытия в центр и с тех пор продолжает добиваться успехов. Теперь она живёт с пятью другими орангутанами в Центре спасения приматов, и даже усыновила детёнышек, которого зовут Сильвестр. Посмотрите на эту мамочку! Медведица Холля Медведи уже сами по себе большие упитанные, но некоторые из этих увольней выделяются даже на фоне своих сородичей. Национальный парк Катмай в Брукс-Фоллс на Аляске проводит конкурс «Неделя толстого медведя», чтобы найти самую большую особь в дикой природе. В 2019 году пользователи Фейсбука активно участвовали в голосовании и решали, кто потолстел больше всего за лето, и победителем стала Холли. Эта упитанная медведица обогнала 11 других толстяков, и официальное объявление о её победе гласит «Она толстая, она великолепная! Встречайте Холли, чей здоровый вес поможет ей проспать до весны!» Да здравствует королева полноты! Конкурс начался в 2014 году, и медведи не стыдят за жир, потому что чем его больше, тем лучше для самих косолапых. Каждый июль где-то 2200 бурых медведей впадают в состояние гиперфагии, то есть они не могут перестать есть. Я их прекрасно понимаю. Этот период идеально совпадает с прибытием сотен тысяч вкуснейших калорийных лососей, которые плывут по реке Брукс в Катмая. Медведи съедают как можно больше рыбы, а затем впадают в зимнюю спячку. В это время они могут сбросить до трети своего веса. Так что Холли просто оказалась лучшей поедательницей лосося. Как написано в её биографии, Холли также известна тем, что усыновила чужого медвежонка в 2015 году. Медведи весьма эгоистичны и обычно не проявляют альтруизм, поэтому у Холли под всем этим жиром скрывается доброе сердце. Достойная победа! Толстая змея При мысли о толстых животных, как правило, не вспоминаются змеи. Всё-таки они славятся своей длиной и худобой. Но вам стоит увидеть этот экземпляр. Такую огромную анаконду заметили туристы в ноябре 2019 года. Она плавала в водах реки Парана в штате Матагросу-Дусул в Бразилии. И если вам интересно, как эта пятиметровая змея дошла до жизни такой, то ответ достаточно прост. Она просто проглотила целиком капибару, самого крупного грызуна в мире. Капибары весят до 91 килограмма, и, вероятно, змея плыла по реке, найдясь найти место, где она сможет переварить такой обед после того, как она проглотила больше, чем планировала. По словам лейтенанта Брагини из экологической военной полиции региона, анаконде было трудно передвигаться быстро, потому что она использует мышцы и сокращения для движения, но они были заняты огромным грызуном, который оказался в животе. Когда анаконда оборачивается вокруг своей добычи, она сжимается, вызывая удушение с помощью очень мощных мышц, а затем она может проглотить даже большую добычу. Обычно у змей нет проблем с поглощением крупных животных, вроде свиней, оленей, кайманов и птиц, но, судя по всему, в этом случае бедняга явно переоценила свои возможности. Голодные ежи В 2018 году ежа, которого считают самым толстым в мире, передали в спасательный центр в Абердиншире в Шотландии. Он весил целых 2 килограмма, и этот ежзила по кличке Арбанкл был примерно в 4 раза больше среднего ежа, вес которого составляет 600 граммов или около того. Бедолага едва мог ходить или сворачиваться в нормальный для ежа клубок. По словам Кита Марли из Центра спасения животных Нью-Йорк, Арбанкл стал размером где-то с футбольный мяч из-за сильного перекармливания. Человек, который принес его волонтерам, сказал, что кормил несколько ежей, но этот обжора просто остался и не хотел уходить. После того, как его признали самым тяжелым ежом, Арбанкла посадили на строгую диету и упражнения. Сначала ему это не очень нравилось, но такой жесткий режим был нужен для его блага. И Арбанкл не единственный крупный еж, который шокировал людей. В семнадцатом году этот гигант оказался у ветеринаров в британском городе Шоттс, и у него была поистине удивительная история. Колючего зверька так раздуло, что он был размером почти с пляжный мяч. Но до такого состояния он дошел не только из-за вредной еды. Так как его нашли на обочине дороги, ветеринары предположили, что бедного ежа, которого они прозвали Цепелином, сбила машина, которая пробила ему легкое, и воздух оказался под кожей. Рентген подтвердил их подозрения, но врачи смогли аккуратно сдуть ежика, а затем вернули его в дикую природу. Представляю, как он был поражен. Кролик Дариус Кролики очень милые, да? А как насчет такого малыша? Этот великан Дариус в длину 130 сантиметров и весит 22 килограмма. Он вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый толстый и большой кролик в мире. Но, возможно, он скоро потеряет этот почетный титул, если его собственный сын Льюис перерастет его. Дариус и Льюис принадлежат к континентальной гигантской породе, которую раньше разводили ради мяса, а теперь их держат дома как питомцев, к счастью для них. Огромная парочка живет у любительницы кроликов Аннет Эдвардс из Вустершира, старейшей модели Британии. Из-за невероятных размеров они спят в больших собачьих клетках, а не в кроличьих, которые вряд ли выдержат их огромный вес. По словам Эдвардс, эти ушастые толстяки очень прожорливые. Они съедают около 2000 морковок и 700 яблок за год, один тюк сена в неделю, а также кроличий корм. И это все за год обходится в сумму в 6365 долларов. Континентальные гиганты известны покладистостью, и несмотря на свои размеры и аппетиты, их любят все 10 детей Аннет и 14 внуков. Когда ее третий кролик по кличке Саймонс загадочно умер во время перелета, она в 2018 году объявила, что 10-летний Дариус больше не будет появляться на публике. К счастью, Льюису все еще предстоит подрасти, и он явно продолжит дело Дариуса. И кто знает, может быть он устроит тур в ближайшем будущем. Вам тоже внезапно захотелось отправиться на пробежку? Шучу. Вы можете остаться и посмотреть еще одно видео вместо этого. Я показал вам самых толстых животных в мире, но если вам хочется узнать про самых больших особей, то вам стоит посмотреть другое видео на моем канале. Спасибо за просмотр и увидимся завтра!